Привет, друзья мои! Я вышла на прогулку. Давно я не выходила и давно я не снимала наши окрестности. Наверное, с самой весны, когда всё начало расцветать и цвести. Я помню, что я, по-моему, ещё в куртке ходила. Вот. А сейчас уже осень почти, уже конец лета. Я снова иду по моей любимой улице, соседней с моим домом, где я обычно гуляю и брожу, и всё вам снимаю. Я не знаю, наверное, вам уже надоело, но у меня есть много новых подписчиков, которые, возможно, ещё не видели. Я постараюсь заглянуть на какие-нибудь соседние улочки, чтобы немножко разбавить одну и ту же картинку. Вот эти деревья я, по-моему, снимала вам, когда они ещё не начали цвести. И вот видите, как красиво они цветут. Вот. Вон всякие цветуёчки, целая большая клумба. Пойдёмте туда. У нас было очень прохладненькое лето. И мы до сих пор ещё у нас всё цветёт. Цветы обычно... Сейчас уже сентябрь. Обычно к концу июля у нас уже всё засыхает. А тут, смотрите, какие клумбы красивые. Вот эти вот маленькие. Вот этот клён, это не канадский, это японские клёны. Вот. А тут у ребят целая большая клумба. Я вообще небольшой цветовод. Вот смотрите, как они так выстроили в рядочек цветочки. Я постараюсь зайти куда-нибудь в маленькие улочки, чтобы поснимать вам там. Чтобы это не было одно и то же, одно и то же всё время. Но, опять же, повторюсь, наши дома пригорода Торонтовского так все между собой похожи. Что если я зайду на соседнюю улочку, я не думаю, что вы отличите картинку от предыдущих картинок, которые я вам снимала много-много раз гуляючи по моим окрестностям. Так, ребята там что-то строят. Видите, деревянные какие-то работы. Плотнические производят, не будем их смущать. А вот вы знаете, что я вам хотела показать? А вот сейчас мы пройдём. Я вам каждый раз пытаюсь показать, как у нас доставляют почту. И дело в том, что у нас вот давно уже почту не разносят по домам. В каждый дом не приносят письма и рекламу и вообще все посылки. А вот такие вот, на каждой улице стоят вот такие вот ящики. И каждая ячейка – это чей-то дом. А вот эти большие – это для посылок, для больших. Видите, это вот большой совсем, поменьше, поменьше, побольше. В общем, разного размера. И здесь вот, видите, нарисован ключ. И когда вы получаете посылку, вот внизу здесь тоже для посылок отделение, когда вы получаете посылку, то почтальон бросает в вашу ячейку ключ и пишет, от какой ячейки это ключ. И вы забираете свою посылку и потом этот ключ бросаете в свою ячейку снова и почтальон его забирает. В общем, вот такая вот сложная система. Сейчас я перейду на другую сторону. Там тенёк, мне кажется, там немножко будет лучше сниматься. А то я прям по солнцу просим, мне жарко. Ну, не жарко, но у нас ещё довольно тепло. Так вот, у нас было очень не жаркое лето. Много дождей, и поэтому, видите, травка какая зелёненькая. Ну, не прям зелёнкая, зелёненькая, но ещё вполне неплохая. И вон цветочки у всех живые. Ой, пардон. На самом деле у нас к концу лета, уже к сентябрю, обычно всё становится такая жёлтая, выжженная пустыня. Вот вы думаете, Канада, Канада. А в Канаде летом в Антарио у нас довольно жарко бывает. У нас бывает такая погода летом, что мы вообще не выключаем кондиционер всё лето. Вот так. Так что... Вот. А в этом году было хорошее, хорошее было лето. И осень пока тёплая, но ещё на самом деле только сентябрь. А официально лето у нас начинается в 21 или 22 сентября. Вот смотрите, белка, вы видите? Крыса. Убежала, убежала. На дерево, на дерево. Белок у нас много. Травка, видите, какая зенелеет. Зенёленькая травочка. Это правда большая редкость. Я много лет уже здесь живу. И правда вот такого лета приятного, как сейчас, я не помню. У всех ещё, видите, все цветочки цветут. Это редкость. Вот у нас есть заборы. Кстати, считается, что у нас нет заборов. У нас действительно нет заборов перед входом в дом. Вот вы видите. Ой, смотрите, уже пожелтел клён. Покраснел даже. Рано в этом году. Видите, потому что было лето прохладно. Скоро у нас всё окрасится в багрянец и золото. Как это было? Багрянец и золото. Не помню. Так вот, у нас действительно перед домом нет заборов. Видите, это вход в дом, это вход в гараж. И забора нет. Но есть забор, который окружает их двор. То есть, если вот двор выходит, угловой дом, и двор выходит на улицу, то там, конечно, забор стоит. Забор двора. Вот. Потому что у нас, например, вот у нас забор между соседями. Между у нас с двух сторон соседей и напротив соседей. И вот между нами у нас есть заборы. А вот здесь, когда дом угловой, то забор, конечно, окружает. Их двор, это их частное пространство. Конечно же, они закрываются от прохожих случайных. Ну, не все. Есть такие ставят прозрачные заборчики. Легенькие есть такие ставят деревянные заборы. А вот перед самим домом, перед самим домом заборов нет. Вот там такой у нас, там соседи живут. Ну, это не наши соседи, это не моя улица, но близкая к моей. У них, они понаделали там себе львов. Ух, посмотрите. Видите, какой у них тут Версаль. Львы стоят. В общем, короче, смешные ребята. Да, я вот думаю, мне что-нибудь вам рассказать. Ну, и поскольку я тут гуляю по своему городу, я буду продолжать вам сегодня. И будет у нас тема о Канаде, о том, как здесь люди живут, о том... Вот я хотела, знаете, о чем поговорить? Почему очень редко я встречаю канадских мужчин, взрослых, женатых на молодых девушках? Я практически в жизни своей такого не встречала. Вот сколько я живу в Канаде, я такого не встречала. Нет, оно, конечно, есть такое явление. Нельзя сказать, что такого вообще нет. Такого вообще... Все, что вы понимаете, все, что я рассказываю, и вообще любой блогер про другую страну, про которую он рассказывает, все, что он говорит, это все в общем. Это не все, но это какая-то общая тенденция. У меня было видео про замуж за канадца. Я там рассказывала, в общем, тоже какие-то вещи про то, на ком женятся канадцы, как они себя ведут в браке и так далее. И мне одна женщина написала, что... А вот мой муж, он канадец, он совсем другой, он совсем не такой, и все такое. Я пыталась ей объяснить, что говоря про канадцев, я говорю в общем, в общем, общие тенденции. Это не значит, что все такие. Это не значит, что нет исключений. Это не значит, что нигде нельзя найти мужчину, которому там лет 60, и который женился на 20-летней девочке. Конечно, они есть. Но я говорю про общую тенденцию и про то, что я встречаю обычно вот среди своих знакомых и среди моих каких-то вот знакомых-знакомых. Истории, рассказы. Поэтому, пожалуйста, не пишите. Я вам тысячу и тысячу первый раз говорю, что я не все, не все. Потому что начинают писать претензии. Это просто смешно, ребят. Ну, вы как будто бы правда так. Вот у меня не так. Ну, конечно, есть исключения. Короче, я никогда не встречала в Канаде взрослого мужика, 50-ти там, например, плюс лет, у которого молодая жена, которая моложе его, например, на 20-30 лет. И даже 40-40 плюс летние мужики я не встречала, у которого жене, например, 20-25. Там какие-то собаки гавкают. Они, видимо, им что-то не понравилось друг в друге, и они начали друг друга обгавкивать. Так вот, я не знаю, как объяснить эту тенденцию. Вернее, я знаю, как ее объяснить. Но, понимаете, природа человеческая, она такая, что, конечно, по природе, вот именно по подвиду, так сказать, вот именно по такой звериной природе. Каждый человек ищет что-то красивое, молодое, тело, лицо и так далее. То есть, ну, если опираться чисто на физиологию, анатомию человека. Естественно, если вы возьмете мужика, обычного хомо-мужика, которому 50 лет, и поставите перед ним тетку-галышом 50-летнюю и 25-летнюю, понятно, на кого будет обращен его взгляд и кого ему захочется чисто физиологически. Ну, я не беру сейчас варианты, когда девушка 25 лет, есть такие тоже, что в 50 лет выглядят лучше, чем некоторые в 25. И опять же говорю, среднестатистическая женщина и девушка. Вот, как вы не хотите, а когда вы исполняете 50+, в 90%, в 85% случаев, ваше тело уже далеко-далеко от совершенства. А в 25, даже если вы там у вас лишний вес, и вы небольшая красавица, но все равно вы выглядите лучше, чем, особенно галышом, чем женщина в 50. И от этого никуда не деться. Пример, который я привела между женщиной 50 и девушкой 25, что мужик выберет молодую, это пример на физиологическом уровне, на чисто вот животном физиологическом уровне. Но мы поэтому и не животные. И поэтому человечество стало тем, кем стало, потому что... Сейчас машина выйдет, я пойду дальше. Потому что у нас есть мозги, у нас есть интеллект, у нас есть вера. Вера. Ну, я имею в виду в Бога или во что-то, во что каждый из вас верит. Вот. И вот эти вот вещи, у нас есть мораль, у нас есть какие-то приоритеты, вот, я не знаю, приоритеты в выборе партнёра, когда мы выбираем это его, так сказать, персоналити. Ну, вот, человеческая природа. Ну, как это сказать персоналити? Ну, вы понимаете мне, это по-английски, но по-русски, если перевести, это вот его персональные качества, которые включают в себя и мораль, и интеллект, и какая-то, не знаю, там, одна любит готовить, другая любит убирать, третья любит заботиться, понимаете? То есть характер человека, змея, а не змея, хорошая девушка, плохая, понимаете? Ну, вы понимаете, да? И вот, кроме физиологии, существует масса-масса других объектов и моментов, которые подвигают нас к выбору того или иного партнёра. Это, во-первых. Ну, и, конечно, есть ещё общество и социальные границы, которые тоже никто не отменял. И в каждом обществе, и в каждой стране есть разные, по-видимому, социальные рамки и устои, которые подвигают, опять же, человека к выбору партнёра. Но не принято в Канаде взрослым мужикам жениться на молодых девочках. Это не то, что запрещено с точки зрения морали, и на вас будут как-то косо. Да, что, собственно, да, будут косо. Если мужику 50 лет, и он свою компанию, своих друзей и знакомых, которые знают его, видимо, давно, приведёт 25-летнюю жену, на него будут косо смотреть, за его спиной будут шептаться, и все будут говорить, что она голддигерша, если у него есть деньги. А голддигерша – это значит, что она, в общем, ищет только деньги и богатство, а не человека. И ни у кого не вызовет это никаких сомнений. Потому что здесь, даже если мужик состоятельный и при бабках, здесь не принято жениться на молодых девках взрослому дядьке. Я так выражаюсь, некрасиво по-позарному. Девке, дядьке. Ну, это просто вот такая вот живая человеческая речь. Потому что мы говорим о живых человеческих висях. И, конечно, этот социальный барьер, он, конечно, видимо, я думаю, многих мужчин толкает в объятия не очень молодых девушек. Вы знаете, что я не по той улице пошла, потому что я сейчас выйду на большой проезжей улице, а мне совершенно не хочется, потому что там неинтересно, там просто большая дорога, совсем нету ничего красивого. А я давайте сверну вот куда-нибудь. Ой! Чего под мотоцикл не попало? Вот под этот, если вы его видите, снимаючи свои опусы, посмотрите, какая у них трава зеленая. Ёлы-палы! Они, наверное, ее поливают с утра до вечера. И прям трава, как хоть ешь ее. Видите, она до сих пор еще с росой. То есть они вот только-только ее поливали. Травиночка к травиночке. Ни сорнячка, ни цветочка. Молодцы! Короче, ой, я сбилась. Этот мотоциклист сбил меня. У них вот нам бассейн во дворе. Ну ладно, неудобно снимать, короче. Так вот, общество и социум подталкивает взрослого мужчину, даже если он очень богатый и состоятельный, искать себе партнершу примерно его возраста. Потому что его общество, его социум не поймет и осудит его, если он женится на молодой девушке, а еще больше осудит девушку. Потому что понятно, что, как я уже сказала, на физиологическом-то уровне все-все-все-все понимают, естественно. Но на морально-социальном уровне общество не поймет и девушку, и мужчину. И есть, конечно, мужчины, которым пофиг. И плевали они на своих друзей, на социум и на все вот это вот. Но их очень мало. Знаете, молодые девушки в Канаде, если она имеет мозги, если она имеет внешность. Но ведь он же не женится на уродливой дуре. Правда же? Он ведь будет себе искать красивую, неглупую. Ну, может, насчет ума мы и погорячились, да? Но если она какая-нибудь красивая там девушка модельной внешности, да, она сама себе заработает столько, что ей не нужно жить с каким-то старым козлом за деньги. Вот. Запросто. Заработает в Канаде, уедет ли в Штаты, станет моделью, там, я не знаю. Ну, в общем, в большинстве своих случаев. Даже если у нее не очень с головой все, ну, в смысле, я имею в виду, что если она не десяти, там, пяди во лбу, если она умная при этом, то она сто процентов себе заработает сама на жизнь, на очень безбедную неплохую жизнь, без того, чтобы выходить замуж за взрослого мужика и жить с ним. Тоже бывает, есть взрослые мужики, есть мужики за 50 здесь, они такие ухоженные, они следят за собой. Волосок к волоску, кубики на животе, они занимаются спортом, они очень внешне интересные. Но даже эти мужики, как правило, женятся на своих ровесницах, может быть, там, ну, на 10 лет моложе она будет, ее максимум, понимаете. И, ой, какие красивые у нее горшок с цветками. И она тоже не будет какая-то бедная беспредальница, которую, знаете, взяли вот в богатый дом, теперь она там должна всем угождать и служить. Нет, это тоже будет какая-нибудь женщина из его круга, внешне симпатичная, успешная, у нее там свой бизнес, будет или она будет хорошая работа какая-то или там. Ну, в общем, понимаете, то есть, вот, такая вот ситуация. Ой, это белка. Смотрите, я думала, она побежала. Я думала, это какая-то у них фигурка стоит. Она так сидела. В общем, белок у нас много вот таких вот носится и кроликов у нас много. Ну, кролики, кролики как-то не встречаются. Да, о чем я говорю? О чем я говорю? Белка меня сбила. Вон, лягушка какая-то смешная, фонтанчик сидит. Короче, подводя итог, хочу сказать, что явление, когда взрослый мужчина, богатый или не очень, женится на молодой девушке в Канаде, это крайне редкое явление. Это какая-то... Я говорю про канадцев. Я сейчас не говорю про иммигрантов из всяких стран, типа там Афганистан, Пакистан, где, в принципе, это принято. Какие-то вот эти браки договорные из Индии тоже там. Ну, этих тоже, кстати, нет такого. Вот. О, какой сон. О, какие дни сомбатки. Не знаю. Шок ют. Какие смешные маленькие собачки-хорошки. Да, я говорила, что если это не вызвано какими-то там, ну, такими традиционно национальными какими-то традициями, особенностями, то... А я говорю про среднестатистических канадцев, то вот такая ситуация. Не женятся они на молодых, а ищут себе девушку своего круга примерно, женщину примерно своего возраста. Какая машинка. Симпатичная. Что это за машинка? Альфа-Ромео? Черненькая такая, красненькая. Машинка, да... Не знаю. Вот такой вот значок у нее. Я не разбираюсь в машине. Вот. Видео, наверное, очень длинное получилось. Я уже забрела в другой район. Я его очень люблю. Кстати, тоже вот здесь такие симпатичные домики. И этот район... Это улица, улица идет и заканчивается кругом. Ой! Кто-то включил красить траву, чешой, я не знаю, но очень шумно. Это очень хорошая такое, знаете, считается хорошая дорогая улица, потому что она... По ней, видите, не ездят машины, потому что здесь могут ехать люди только, которые здесь живут или которые едут в гости к тем, кто... кто здесь живет. Вот, знаете, вот у этих какая зелененькая травка, а вот у тех людей вот такая желтенькая, потому что они не поливают, не ухаживают за ней как следует, и она даже, несмотря на дождливое холодное лето, все равно у них вся пожелтела, и у них уже какие-то листья тут опали, в общем, прям как будто осень наступила. Я вам сейчас дойду до этого круга и покажу. Вот такие кипариски у нас были, все погибли, а у них, видите, стоят высокие, красивые. Завидую прям, завидую. Так вот, эта улица заканчивается кругом, она никуда не идет, это тупик. Поэтому вот дома здесь будут стоить дороже, чем, скажем, дома на обычной улице, потому что здесь меньше шума, меньше машин. Это уже не связано с мужиками, которые выходят, которые женятся на молодых девочек. Это просто я сюда забрела, показываю вам в дополнение, бонус, бесплатный бонус. Вот, видите, мы вот идем и движемся по кругу. здесь так стоят дома, дома, дома. Здесь на меня будет очень косо смотреть за то, что я снимаю их дома, потому что они очень любят свою прайвиси, поэтому они и заплатили больше денег, чтобы жить в таком месте. И вот, видите, мы пришли к такому островку, на котором стоит елка, которую я уверена на Крисмос наряжают огоньками и всякими лампочками и прочими игрушками. Я думаю, что это елка-ничья. Это как бы вот это место, этот остров, он принадлежит городу, потому что вот это дома людей, это их полисадники, а это городская, в принципе, территория, вот этот круг. И вот мы сейчас по нему пройдем, вокруг него здесь ни одной нет машины, потому что это тупик. По этой улице никуда нельзя проехать. Вот так. Вот такая вот история. Видите, этот круг, он так и заворачивается и все. Поэтому эти дома стоят дороже, чем, скажем, дома на улице, где проезжая улица, где машины проезжают по своим делам. Все. Наверное, я буду заканчивать свое вещание. Вещание из-под Торонто. Из-под Торонто. Да, это пригород Торонто, кстати, я не помню, сказала я вначале. Нет, похвастаюсь города, что это один из самых дорогих пригородов Торонто. Но не потому, что мы в нем живем. Мы тут случайно оказались. Мы вообще никакого отношения к богатству и престижу не имеем. Вот. А этот город, маленький городочек, он даже несколько лет подряд, по-моему, занимал первое место по уровню жизни в Торонто, в Антарию или даже в Канаде. Я вот не помню, точно не скажу. Когда я прочитала об этом, я сказала своему мужу, что мы, наверное, своим проживанием в этом городе им сильно подпортили статистику, потому что, повторюсь, мы люди очень среднего достатка, ни к какому богатству мы не имеем отношения. По канадским же, опять же, меркам. Вот. Но, тем не менее, несмотря на нас, этот городочек почетно и долго занимает первое место по уровню жизни в Канаде. Несколько лет, по-моему, он его держал. Вот. На этом я хочу с вами закончить. Я надеюсь, что вам была интересная история о том, почему мужчины, взрослые и богатые, не очень, женятся на своих ровесницах в Канаде. Если вы из моего пространного, а я вообще люблю растечься по древу, как это называется, если вы из моего пространного повествования так и не поняли, почему, то я сейчас в двух словах вам это скажу. Социум. Социум здесь этого очень сильно не одобряет. И поскольку люди живут в социуме, они не хотят идти против социума, и поэтому, в принципе, несмотря на свою человеческую природу, животную, так скажем, они все равно как-то вот. И я не могу сказать, что они прям так уже мучаются, прям страдают и женятся на старых тетках таких своего возраста, 50-летнему жить на своей 49-летней женщине-подруге женятся. Он, в принципе, сам понимает, и социум ему это не только как бы вбил, но он к этому привык, он с этим вырос, что жениться надо не на том, на кого одно место встает, а на том, кто вам будет подругой по жизни и поможет вам там растить еще не очень взрослых детей, зарабатывать, жить в свое удовольствие, помогать вам, так сказать, в составлении бюджета. Вот. И, так сказать, мозги в 50 лет уже все-таки преобладают над этим самым органом. Вот. Поэтому все-таки люди выбирают себе в партнерши равных себе женщин и по возрасту, и по всем остальным параметрам. На фоне этого вот красивого дома с этими вот красивыми цветами я остановлюсь и попрощаюсь с вами. Всем привет, дорогие друзья. Всем пока из Канады. Всех люблю, целую. С вами была Дита. В прекрасный сентябрьский день. Всем пока, бай.